Яков Колесников, младший научный сотрудник Института биофизики Сибирского отделения Российской Академии Наук. Биолог, палеоантолог, палеореконструктор. Кто такой палеоантолог? Если кратко, палеоантолог – это человек, который занимается изучением древнего мира, древних организмов и восстанавливает всю эволюционную цепочку, которая привела от зарождения жизни на нашей планете к тому, что у нас есть сейчас. Какое практическое применение есть у этой специальности? Палеоантология позволяет в целом посмотреть на то, какие эволюционные процессы происходят в нашем мире, на то, как изменяются живые организмы. И это очень важно знать, как минимум при прогнозировании, например, тех же самых эволюционных процессов, но с оглядкой уже в будущее. Очень важно отслеживать то, как организмы изменялись в прошлом, перекладывать в каком-то плане это на то, что происходит сейчас, и моделировать, например, не обязательно это развитие каких-то крупных позвоночных. Это могут быть организмы совсем маленькие, например, бактерии, эволюция у них течет, ну, в каком-то плане чуть даже быстрее, чем у нас. И моделируя эти процессы, мы можем посмотреть, как, например, те же самые патогены эволюционируют, как они изменяются, и что мы от них интересного можем в будущем увидеть. Когда зародилась наука палеонтология? Это пошло именно как профессия с 18-го, кажется, века, с Кювье. Тогда палеонтология, в принципе, оформилась как полноценная наука. До этого это было занятие людей, увлеченных, скажем так, которые формировали палеонтологические коллекции. Кто-то даже пытался делать какие-то минимальные описания, но, понятное дело, из-за отсутствия какой-то систематизации в этом всем, именно как науку палеонтологию выделить нельзя было. Как палеонтологи узнали о существовании динозавров? Находились разрозненные отдельные находки, из них пытались собирать скелеты, когда уже накопился материал. Доходило до смешного, потому что, например, один из самых первых найденных динозавров, если не ошибаюсь, кажется, даже самый первый, игуанодон. В Бельгии целая коллекция скелетов, например, хранится. Когда первый раз собрали скелет, это была такая раскоряка на четырех конечностях стоящая, и у игуанодона он примечательен тем, что у него на передней конечности такой отставной палец. Он у него не шевелился, это просто такой торчащий коготь. Ну, подумали, игуанодон название, то есть зубы, как у игуаны. Решили, что ага, у современной зеленой игуаны торчит шип на носу. Ну, надо, наверное, и игуанодону этот шип на нос поставить. Ну, в итоге палеонтологи более позднего периода разобрались, что это все-таки кусочек конечности. На территории нашего края жили динозавры? Конечно, динозавры жили по сути везде, в любой экосистеме, где была суша. Конкретно на территории нашего края и в соседней Кемеровской области находят выходы пород юрского периода и раннего мелового периода. То есть в это время достоверно известно, что динозавры точно жили на территории нашего края и соседних приграничных территорий. Описаны динозавры конкретно из нашего края, на самом деле всего два. До вида описан вот один, келеск благородный, среднеразмерный хищник, а второй, все еще не получивший свое видовое название из-за отсутствия черепа, череп так и не нашли за кучу лет, это стегозавр, травоядный динозавр. Вот этот динозавр был найден на территории Березовского разреза в Ширыповском районе Красноярского края. Это был относительно крупный для своей экосистемы хищник, так-то он в целом среднеразмерный хищник, то есть в длину был около пяти метров. У него он описан по верхней челюстной кости и предчелюстной кости, и над угловой косточке челюсти. И, в принципе, по ним же мы этот черепик реконструировали. Он охотился, вероятно, на каких-то более мелких динозавров, на стегозавров, которые более-менее сопоставимы с ним по размеру. То есть тоже примерно в районе 4-5 метров в длину. Ну, это уже четвероногие динозавры. Келеск, он передвигался на двух конечностях. И, судя по его комплекции, как она реконструируется, зачастую это был довольно легкий, быстроногий хищник, который активно преследовал свою добычу. В Ширыпово найдено было огромное количество костей черепах. Наверное, одно из самых крупных местонахождений именно черепаших остатков в мире. Это была такая лесная экосистема с рекой, с небольшим болотцем возле реки, ну, разлив реки, с озерцами, видимо. И там жило огромное количество черепах, ходили динозавры, в том числе были найдены остатки длинношеев динозавров, маминчезаворит так называемых, и отдельные зубы каких-то более мелких динозавров, которые пока что не описаны. Ну, и нас в крае повезло нам, поскольку у нас одно из самых крупных местонахождений в мире по остаткам так называемых маммалиформ, то есть животных, которые когда-то привели к появлению полноценных млекопитающих, то есть уже нас. В основном они из Ширыпово описаны по зубам, зубы лучше всего сохраняются, и они практически единственный материал по маммалиформам, но вот по количеству видов это одно из наиболее крупных в мире мест. Мог ли человек встретиться с динозавром? Ну, конечно же, нет. Человек появился гораздо-гораздо позднее. Динозавры, к сожалению или к счастью, не птичьи динозавры, важная поправка, вымерли 66 миллионов лет назад, когда человека еще и в проекте-то не было. Отчего вымерли динозавры? Ну, это на самом деле был комплекс причин. Там было отступающее море, например. То есть была сильная засуха в некоторых районах, что даже сейчас активно приводит животных к вымиранию, чего говорить о давнем времени. Был расцвет цветковых растений. Какие-то животные не могли, например, к ним приспособиться, к новым объектам в рационе своем. То есть из-за этого умирали динозавры. Был активный вулканизм. Многие динозавры вымерли из-за этого. Вот в Индии, например, какая-то в позднем меловом периоде была просто безумная какая-то история с вулканизмом. Как бедолаги-динозавры там выживали, это, конечно, большой вопрос. Ну и, конечно, импактное событие, то есть падение космического тела на поверхность нашей планеты. Это, конечно же, вероятно поставило такую последнюю точку в вопросе выживания или вымирания динозавров. Но, конечно, многие группы динозавров, если бы не импактное событие, если бы сверху не грохнуло, то, вероятно, многие динозавры все-таки выжили и развивались бы дальше. Но не повезло. Динозавры были самыми крупными созданиями из когда-либо живших на Земле. Многие люди сейчас считают, что это действительно было так, но есть маленький подвох. Самое крупное животное позвоночное, которое жило на нашей планете, оно живет сейчас, это синий кит. Он гораздо крупнее многих динозавров и не динозавров, которые жили на нашей планете за всю ее историю. Динозавры были совершенно разного размера, совершенно разной массы. Это были как маленькие животные, размером с калибри, с воробья. Даже в янтаре найдена была лапка динозавра, а кусочек хвоста динозавра, оперенный, который дал представление о том, как перья у динозавров располагались и развивались. И это были также динозавры весом за 10 тонн, за 20 тонн. В основном длинношей динозавры, так называемые завароподы. Действительно огромные, травоядные животные. Например, среди них есть группа титанозавры, и, мне кажется, она полностью оправдывает свое название. Какое современное животное больше всего похоже на динозавров и может считаться его потомком. Для динозавров мы в современном мире можем посмотреть с двух ракурсов. Мы можем посмотреть на то, что осталось от динозавров, которые были раньше, посмотреть на кости вымерших животных, на их реконструкции, которые сейчас делают ученые. А также мы можем купить хлебушку и покормить настоящих динозавров в парке, потому что сейчас считается, что по всем признакам современные птицы – это вполне себе динозавры, относящиеся к авиальной группе терапод, то есть хищных динозавров. Поскольку у птиц строение черепа, например, оно, за исключением того, что клюв из зубастой челюсти развился клюв, череп, в принципе, по своей морфологии он в целом такой же, как у более ранних птиц, как у, соответственно, динозавров. Также общая композиция скелета, за исключением укоротившегося хвоста, в целом она ровно та же самая. Если мы возьмем скелет голубя или скелет страуса, скелет курицы и посмотрим на скелет какого-нибудь струтиомима, тираннозавра или какого-нибудь похитцефалозавра, хотя это не совсем подходит, у них будут ровно те же признаки, та же самая морфология скелета, со исключением нюансов, что и у современных птиц. Лохнесское чудовище – это тоже динозавр? Лохнесское чудовище – это либо бревно, либо просто какой-то очень хитрый монтаж, но у нас очень много людей любит что-нибудь мистическое, ну, как бы флаг им в руки, целые экспедиции организуются, деньги собирают на поиски лохнесского чудовища, но, к сожалению или к счастью, ничего подобного найти они не смогут. Сколько видов динозавров жило на Земле? Вероятно, как и сейчас, например, посмотреть на современных млекопитающих, многие тысячи видов и в течение эволюции одни заменяли другие, но, к сожалению, не все кости сохраняются. Большинство видов, увы, для нас навсегда утеряно, мы никогда не узнаем, что они на нашей планете жили. Какой динозавр был самым опасным? Вопрос на самом деле, опять же, с подвохом. Опасный для кого? Животное, оно всегда, если это хищник, мы имеем в виду, он опасен в рамках своей эпосистемы для тех, кого он ест. Он приспособлен, соответственно, жить в конкретном биоме, в конкретном биотопе и охотится на конкретных животных, которые, соответственно, имеют какие-то защитные приспособления от него. То есть, если мы возьмем, например, того же льва и поместим его куда-нибудь в Сибирь, или возьмем сибирского медведя и поместим его куда-нибудь в Южную или Центральную Африку, ну, такому хищнику, что там, что там, будет сложно выживать, хотя они чрезвычайно эффективны в своих экосистемах. У страха глаза велики, а гораздо страшнее, опаснее и еще больше кажется то, что действительно крупного размера. Поэтому, мне кажется, любой динозавр крупнее курицы напугал бы человека ой-ой-ой как, но не хотелось, конечно, приходить к тираннозавру, но тираннозавр – самый, наверное, известный динозавр из всех, каких только можно найти. Келес, кстати, это его прапрадедушка. А тираннозавр, да, при своих габаритах, при своей какой-то чудовищной массе, 13-метровое животное все-таки, я думаю, человека, ну, напугал бы прилично. Хотя сам бы тираннозавр вряд ли бы рассматривал человека, взрослый тираннозавр, не смог бы рассматривать человека как какой-то источник пищи, просто потому что человек, ну, маловат, побольше бы что-то. Динозавры были умными? Сложно, на самом деле, оценивать интеллект животного, которое давно вымерло, но если мы смотрим на отпечатки черепных коробок, мы можем примерно оценить, какие области мозга у динозавра были наиболее развиты. То есть какие-то динозавры, как, например, тираннозавр, имели у себя хорошо развитые обонятельные доли. То есть мы точно знаем, что у него было отличное обоняние. Нас бы точно перенюхал. Очень вероятно, что относительно размеров глаз в его черепе, у него довольно относительно крупные глаза среди динозавров, крупных динозавров, может быть, он, в принципе-то, и неплохо видел. Непонятно, так же хорошо, как мы, или нет. Но что точно можно сказать, это то, что у некоторых динозавров, как, например, динозавров из такой группы Троодонтиды, семейства Троодонтиды, у них, ну, довольно крупный мозг относительно других видов динозавров. То есть вполне может быть, что они были приспособлены к каким-то коллективным взаимодействиям. Но если посмотреть на современных птичек, то можно представить себе интеллект хотя бы поздних динозавров, что они из себя представляли. Какая температура была на планете в эпоху динозавров? Ну, дело в том, что динозавры жили на нашей планете больше 180 миллионов лет. За это время климат на нашей планете был очень и очень разный. То есть в позднем меловом периоде из-за активного вулканизма он где-то был довольно-таки горяч, но при этом на севере то вполне себе была полярная зона, динозавры там могли побарахтаться в снегу. А где-нибудь в юрском периоде планета у нас была гораздо более теплой. И даже где-нибудь в Антарктиде динозавры могли вполне себе жить в лесу. Еще тогда не цветущем, но активно пахнущем лесу. Какие звуки издавали динозавры? Опять же, сложно ответить на вопрос, издавали ли какие-то звуки вообще любые животные, которых давным-давно нет. Но очень интересные находки появляются в последнее время. Например, был найден недавно отпечаток голосового аппарата представителя анкилозаврит. Такие крупные бочкообразные динозавры с булавой на хвосте. Многие, я думаю, в кино их видели. И оказалось, что строение голосового аппарата очень похоже на то, что мы увидим у современных птиц, например. То есть, конечно, здоровенный анкилозавр вряд ли там щебетал, как соловей, но какие-то разные тона в своих изречениях он, вероятно, мог применять. Ну, видимо, для того, чтобы минимально общаться со своими сородичами, как, например, современные львы делать перекличку, может быть, они могли. Но нам остается только гадать. Но в целом, да, многие динозавры должны были уметь издавать какие-либо звуки. Хотя крупные динозавры, крупные хищники вполне себе, вероятно, издавали звуки, похожие больше на звуки крокодилов. То есть, они шипели, они на разные тона вурчали. Ну, и этого как-то им хватало. Более мелкие динозавры, конечно, да, могли, очень вероятно, что могли иметь, уметь издавать звуки, похожие на звуки, которые издают нынешние птицы. Динозавры были плохими или хорошими родителями? Тоже по-разному. Разные виды имели разные стратегии выживания, соответственно, и разный подход к воспитанию, а то и просто не воспитанию своего потомства. Кто-то формировал гнездо, откладывал яйца, и до свидания, ребята, вы сами дальше справитесь. И, например, у многих завропод, как считается, как раз была подобная стратегия. Они откладывали яйца, как-то их минимально прикапывали, и все, и уходили по своим делам, кушать свои там веточки. А малыши, они вылуплялись и пытались выжить, приспособиться в этом большом и страшном мире. А некоторые динозавры, как, например, пситокозавр, найденный у нас в Кемеровской области, а также более ранние представители были найдены, и более поздние представители пситокозавров были найдены во многих местах в Азии. Пситокозавр, как известно, формировал такие семейные группы. То есть группы, в которых были как взрослые особи, так и подростки, и совсем маленькие животные. Им это, видимо, как-то помогало выживать. Есть даже известная находка, где, видимо, во время наводнения осыпало какой-то склон и засыпало целую семью пситокозавров. Примечательна она тем, что в ней, кажется, нет ни одной взрослой особи. То есть в ней есть совсем маленькие особи и подростки. И, видимо, подростки здесь играли роль своеобразных нянек. Они присматривали за потомством, когда родители уходили, может быть, добыть еды, может быть, просто по своим делам поесть отбежали. Но вот с этим не повезло. Этих присыпало. А нам повезло, потому что у нас есть теперь классная находка. Фильм «Парк Юрского периода» соответствует реальности? Местами – да. Особенно еще в детстве восхищал момент. Многих восхищали моменты, когда там «О, здоровенный динозавр бегает, рычит». А меня восхищал момент, когда в первой части фильма, если помните, был такой момент, когда велоцирапторы преследовали детей. Конечно, велоцирапторы там очень такие условные, не похожие на то, что из себя представляли настоящие велоцирапторы, но это опустим. Художественный фильм, в конце концов. И велоцираптор заглянул через окошечко на кухню, и на окошечке появился след от дыхания. То есть окошечко запотело. И это нам намекает на то, что динозавры были теплокровными. И уже тогда, кажется, в начале 90-х фильм вышел, тогда вернее, это было довольно смелое предположение, сейчас это уже точное утверждение, многие динозавры действительно были теплокровны. как, собственно, современные птички. Динозавры могли эволюционировать, как человек, и стать разумными. Эволюция не стремится к разумности, она стремится к тому, чтобы вид просто выжил. Даже не так. Эволюция – это не то, что имеет какой-то замысел. Эволюция – вещь во многом довольно случайная, поэтому если животному нужен интеллект для того, чтобы выжить в своей среде, высокий интеллект, да, он разовьется. То есть у человека, в эволюции человека многократно складывались условия так, что хорошая думалка, она помогала выживать. А если мы посмотрим на каких-нибудь шимпанзе-бонобо, им классно жить в своем лесу, у них все есть, у них даже агрессия внутри групп сниженная, поэтому нет у них толчков, которые могли бы спровоцировать, нет у них ухудшения условий, которые спровоцировали бы эволюционное развитие каких-то, может быть, интеллекта, может быть, каких-то новых приспособлений. Если мы посмотрим на динозавров, то увидим, что многие динозавры, они стремились в своей эволюции к полету. Причем это случайный отсев, видимо, произошел в ходе глобального вымирания. Просто вот динозаврам, которые сэволюционировали в сторону полета, им больше и повезло. И поэтому все нынешние динозавры, то есть все птицы, так или иначе, имеют у себя отголоски того, что они, какие-то их отдаленные предки, либо летали, либо пытались летать. И это привело к тому, что мы видим сейчас. Мифы о драконах связаны с динозаврами. Вот это очень интересный вопрос, потому что на него нет точного ответа, но столько предположений можно дать, что, мне кажется, мы здесь можем задержаться часа на два. Очень вероятно, что когда-то люди, так же, как и в 17-18 веке, в 19 веке, случайно находили остатки древних животных где-нибудь на берегу моря, на осыпавшемся склоне. И если человек, как ураг какой-нибудь ранней эпохи, например, Средневековья, увидит вот такой большой относительно себя череп динозавра, я думаю, это может вдохновить его на сочинение каких-то историй. В том числе вполне себе и драконов могли подобным образом себе представить люди. Особенно учитывая, что такой образ какого-то здоровенного змея это что-то характерное для многих культур, поэтому вполне себе могли создать драконов на основе динозавров. Почему нет? Можно ли клонировать динозавров? Недавно интернет потрясла новость о том, что в костях тираннозавра нашли остатки белков. Там, кажется, коллаген был. И это многих взбудоражило, потому что вдруг можно на основе этих белочков динозавров реконструировать. Но на самом деле там, скорее всего, какой-то коктейль из бактериальных остатков, поэтому не совсем, конечно, динозавровая история. Но если мы посмотрим в среднем на то, что осталось от динозавров, это, к сожалению, уже камни, это даже не настоящая кость. Если мы захотим клонировать современного динозавра, тут проблем нет. Биологического материала хоть отбавляй. В принципе, даже недавно вымерших птиц можно клонировать, учитывая, что остались какие-то биологические образцы или чучела в музеях. По ним, да, относительно... С чучелами сложнее из-за консервантов, которые изменяют ткани. Но, в принципе, недавно вымерших динозавров, то есть птиц, клонировать можно. А вот с теми, кто жил миллионы и миллионы лет назад, тут все гораздо сложнее. Мы можем... Биоинженерия, она не стоит на месте, мы можем на основе современных птиц создать что-то подобное. Джек Хорнер, например, в Америке создал проект так называемого курозавра, ну или чикензавр. Это проект, который на основе курицы должен был воссоздать вполне себе облик такого классического в нашем представлении динозавра. То есть что-то с длинным хвостом, зубастое, а в принципе больше-то курице ничего не надо. Она выглядит так, как мог выглядеть динозавр. Даже были эксперименты с изменениями эмбрионов в куриц. Кажется, вопрос был в небольшой корректировке генов, и строение челюсти, оно действительно стало меняться на то, что можно увидеть у динозавров. То есть вместо формирования вот этой классической челюсти с клювом, с ромфотекой, у птиц эмбрион, стал формировать что-то наподобие зубастой челюсти. Но генов эмали только не хватает, поэтому тяжко было бы такому динозавру. Это долгоиграющий проект, я думаю, его полноценный результат мы лет через 20 только увидим. Может быть и раньше, может повезет. Наука на месте не стоит, внезапные открытия происходят буквально по щелчку пальца каждое пятилетие, десятилетие, а то и в гораздо меньшие сроки. Так что когда-нибудь погладить динозавра может быть даже на нашем веку удастся.